Приветствую всех, кто смотрит, это Кот, это Наполеон Total War, легендарный максимальный уровень сложности за Россию, Российская Республика, вызов небольшой и война с Британией. Надеюсь, что в дальнейшее время зарубимся на море. У меня есть здесь еще один брик, здесь еще вот есть совсем небольшой флот, но я думаю, что откладывать уже сколько можно. Здесь, конечно, огромадный флотецкий, я вообще не уверен, что можно что-то с ним сделать, но посмотрим. Посмотрим, также у меня есть 1000 рублей, да? Надо еще потратить, починить мануфактурку, плюс здесь, я не знаю откуда, но откуда-то у меня еще появилось 2 линейки. Это они у меня были или это, хотя не похоже, а может и были, может быть это царское правительство во время революции построило, я не знаю. 700 рублей у меня еще есть, да? Так, тут делается брик, тут делается еще брик. Я подумал, что, наверное, лишний этот вот брик будет здесь, черт с ним. Этот я, наверное, тоже уже не дождусь, тоже черт с ним. Давайте я лучше начну флот делать здесь на Черном море, на всякий пожарный. У меня есть 20, скорость, да, вот. Ну вот я хочу такой же 32-х пушечный фрегат бахнуть здесь. Еще у меня 700 рублей остается, которые можно потратить, вот, например, на рынок. У меня же строится торговый флот, да, торговый флот строится, все, норма. Агенты на Балканах сидят, ты иди, наблюдаю вот здесь. Да, ползи змеей, мужиком, а ты здесь наблюдаю. Гуд. Ну, пока все, больше я ничего, к сожалению, не могу сделать на этот ход. Нет у меня никаких особых челов, так вот это какой-то непонятный со статусом КВО, не хочу его. Подожди, что, что? Не, не, все нормально, финансы, да. Тик. Давай, тебя все ждут. Что тут, шведы, кстати, не думают. Флот нанимать нет. Может быть, мир? Шведы, не. Я был бы не против. Да пошел ты. Ну, сейчас уже, наверное, просто как у меня республика, уже вряд ли на каком-то мире может идти речь. Кораблик делается. Кораблик делается. 4 тысячи у меня есть. Можно немножко, наверное, заняться военным строительством. Единственное, что... Вот что мне нужно. Обязательно фабрику, потому что у меня скоро техи кончатся просто. 900 рублей, пожалуй, оставлю. На будущее. Мне нужно много всякого интересного строить. Да. А ты идешь, да. Ты помнишь, куда ты идешь? Пока что Катузов стоит в Грециях. Когда сделается флот, я его оттуда уберу. Есть. Что тут? Можность нанять адмирала. Генерала. Держав разгром на Соединенной провинции. Йо. Пруссия захватила. Прикольно. Что за высшее сословие? Тут, кстати, какой-то глюк. Потому что, когда заходишь вот сюда, в политику, здесь среднее и низшее сословие. А когда заходишь в какой-нибудь город, то здесь высшее и низшее. Что за бред? Рагистраты. Хорошо. Кто-то выходит к Тихому океану. Вижу океан. О радость, пишет путешественник Уильям Кларк в своем дневнике. Это по барабану. Мне нужно здание сюда ставить. Опять же, по той же причине, скоро нечего будет по технологиям изучать. И нужно оружейный завод. Сколько стоит дорога, понятно. Понятно. Мне нужно будет на чем-то довести потом армию, да? Возьму вот этот большой толстый кораблик, пригодится. Куда-то дернулся Нельсон. Посмотрим сейчас. Куда-то он сюда дернулся. Может быть, я даже успею его перехватить. Или он меня. Тут как посмотреть. 600 рублей осталось. Ну, в принципе... Все ровно. Врумели еще дворянин. Но это еще быстрее будет строиться всякая. Класс. Тихие. Стремительно заканчиваются. Мне просто нечего изучать. Даже переключить не могу никак. Ладно. Торговое судно в Черном море. Много торговых судов не бывает. Да. Это я в курсе. И казармы надо делать. По идее. Вот здесь. Инфраструктуру и инфраструктуру. 1100 осталось. У меня делается... Два хода. Кораблик. Ну и где там наш Нельсон волшебный? Это кто? Франция. Пока не видать Нельсона. Ну, он здесь, по-моему, сидит. Вот в гавани. На Четхемских верфях. Сколько у меня еще будет ход ставиться, да? Так, что-то интересное происходит. Кто там у нас внизу плывет? Где-то я видел. О! Вот сучара. Сколько ему плыть в раз? А у меня сколько будет изобретаться еще? О! Так я уже практически, как говорится, да? Хорошо. Плюс у меня еще здесь армия есть. На всякий. Гуд. И здесь есть. Я не знаю, куда он плывет. Может быть, он в Грецию плывет захватывать. Но если он с десантом, то явно он не торговые корабли гравить плывет. Испанец это чей вообще союзник? А, это французов союзник. Ладно. Так, и где-то здесь... Вот он. Здравствуй. Ой, жесть. Так. Ой-ой-ой. Ты посмотри еще, второсчет какой-то такой интересный. Так, торговый судно, торговый судно, торговое судно, торговое судно. Гиец, индиец. Вот это уже интересней. Прик. 38-пушечные фрегаты. 32-пушечные. 38-пушечные. И вот пошла жара. 64-80-98-98-106-122. Погнали. Еще со времен Empire Total War я понял, что подобные битвы озвучивать вживую это очень плохая идея, поэтому я сразу эту битву записывал без своего голоса и сейчас озвучиваю уже поверх. Я, естественно, ее сократил, многое вырезал, многие моменты ускорил, оставил только самое интересное, эпичное, подгадал музыку под самые эпичные моменты. Поэтому я получил истинное удовольствие один раз, когда сыграл, и второй раз, когда все это дело монтировал, слушал музыку и подставлял в нужные моменты. Надеюсь, вам тоже это очень все понравится. Сейчас же я расскажу тактику, тактику, что я здесь вообще придумал изначально, к чему я всему ушел и немалую часть удовольствия получил от того, что все получилось. Спойлер, блин. Короче, тактика следующая. У меня есть, как вы видите, 6 бригов. Эти бриги я буду использовать как раздражители для флота. Моя задача это по максимуму пострелять, пока у меня есть пушки, покружить вокруг всей вот этой канители, огромной. Посмотрите, какой флотецкий, просто немеренный. Сколько там кораблей? Покружить, пострелять, если удастся удачный момент для книппеля, то может и книппелем жахнуть. Но так как у брига огневая мощь маленькая, ядра 9 фунтовые, то есть пушка такая себе. И не сносит он мачты, не сносит он. То есть надо очень долго пивкать. И так я эту битву полтора часа реального времени играл или даже больше. Поэтому основная, конечно, фишка была не в этом. Не в том, чтобы вот так вот Ман-Сити пивкать. Основная фишка была в том, чтобы зайти с наветренной стороны в тот момент, когда они скучкуются. Сейчас мне, сука, кстати, Бриг напрягает вот этот. Ну, Бриг единственный быстрый корабль у них, такой же, как и мой. Все остальные чуть-чуть помедленнее, но если зазеваться, все равно могут догнать там всякие 32-38 пюшечные фрегаты. Так вот, зайти с наветренной стороны, врубиться в самую толпу и надеяться на то, что меня не взорвут. Потому что там очень много тяжелых кораблей, которые, в принципе, Бриг взрывают с одного залпа. И если они взорвут Бриг в тот момент, когда он будет находиться близко к их кораблям, то, понимаете, это будет как брандер. То есть это начнется пожар, возможно, цепная реакция, в зависимости от того, как много кораблей будет рядом. И как бы хороший такой фейерверк. Вот на это был основной расчет. Вот, естественно, 6 Бригов это, блин, ну, маловато. То есть тут надо аккуратненько очень все делать, потому что если бы у меня их было не 6, а 12, например, у меня было бы довольно много попыток. А так получается, что я могу и это самое, ну, зафейлиться, как вы понимаете. Тут еще такой прикол, то, чтобы они агрились именно на один корабль, который вокруг них плавает. А вот эти вот мои остальные кораблики, которые в запасе, чтобы они, типа, по углам шкирились. Такая вот мысль. Видите, как я иду в основном по кругу, то есть я стараюсь их скучковать, потому что они кучкуются в какой момент там. Так как ветер дует с одной стороны, понимаете, если они растянуты в линию, в тот момент, когда поворачиваешь, они начинают поворачивать и догоняют остальные корабли, начинают группироваться. То есть это... Я не знаю, как надо скрипт написать так, чтобы они так не делали. Короче говоря, они себя ведут просто, ну, не как реальный флот, понимаете, да? То есть это модельки кораблей. И вот, смотрите, видите, они начинают в кучку сбиваться. Моя задача их сбить в одну кучку. Они уже слева сбились, справа тоже начинают в кучку сбиваться. Если на карту посмотреть, так они вообще одним пятном идут. Но мне для хорошего взрыва нужно, конечно, повеселее. Поэтому я сейчас по возможности подстреливаю их. Брик меня напрягает, конечно, жутко. Он у меня уже отстрелил несколько пушек. Собака сутила. Ну и главное, под тяжелые пушки не попадать сейчас. Потому что это очень плохо закончится для моего брига. Как вы видите, я, кстати, книпелями не стреляю практически. Потому что здесь, так же, как и во всяких модах для империи, порезали книпель. То есть, если у меня 500, обычная стрельба обычными ядрами, то книпелям 350. То есть, ну, намного меньше. И книпелям можно только, если очень удачная какая-то ситуация сложится. Когда момент перезарядки или момент, когда корабль там завтыкал вражески, или разворачиваются они в ту сторону, или около красной линии. Короче говоря, момент нужно выбирать. А так я стреляю ядрами. Ядра, кстати, тоже очень неплохо бывают. И мачты сбивают. Поэтому, в принципе, если у вас есть 3-4 часа лишнего времени, можно мансить довольно долго и всех бесить. Как я это обычно делаю. Вампайр. И вот теперь в Наполеоне. Тут еще есть такой момент, то что если корабли в кучку, то они начинают друг друга долбить. Начинают там мачты сбивать друг другу. Нос разбивать. Ну, то есть, от столкновений тут тоже бывают повреждения. Поэтому имеет смысл их все равно в кучу всех сбивать врагов. Суги, конечно, я заметил, что поменяли они немножечко механику с Эмпайр. То есть, здесь они разворачиваются на месте. Почти, блин, как в модах этих. Типа там пайротс убирались. Не очень мне это нравится. То есть, такое. Но вообще, конечно, мне сейчас не хватает очень огневой мощи. То есть, мой прик еле цепляет вот эти все кораблики. Большие корабли, то я вообще не замечаю эффекта. То есть, там полоска, может быть, у корпуса чуть-чуть убывает. Но еле заметно. И иногда кажется, что это я под разным углом просто смотрю. Вроде меньше стало, а вроде и нет. Черт его знает. Поэтому, ну, расстрелять все это, конечно, можно. Но это капец, сколько времени займет. Лучше для таких целей нанимать, конечно, корабли побольше. А еще лучше там вообще какие-нибудь бомбардирные кечи брать. Но у меня суть была какая. Что мне нужно как можно быстрее это все сделать. Иначе этот флот обо что-нибудь разобьется, блин. О! А брик, кстати, я утопил. Ну, это вот для меня пассивная цель вполне, как вы понимаете. Брик на брик нормально идет. Я же хочу их под брандерный удар сейчас вывести. Чтоб они, сволочи, такие немножко подгорели. А, да, еще важный момент, который я не упомянул совсем. Флот-то британский покоцанный немножко. То есть, там у многих кораблей пушек совсем не комплект. Там треть, может быть, это и... Может быть, они у французов позабирали. Ну, скорее всего. Ну, в принципе, он изначально-то не такой большой был у британцев флот. То есть, это вот такое огромное количество кораблей. Это они не захватывали у французов там или еще у кого-то. Сейчас вот я, видите, пытаюсь их обойти. И вот сейчас я зашел с наветренной стороны и все, ломлю вперед. То есть, вот моя задача сейчас это, чтобы они меня подожгли. Ну, один из наших кораблей покидает сражение, месье! Сразу сходу сдался. Это очень противно. Самое-самое худшее, что может произойти, это то, что он сразу сдается. То есть, он не бежит сначала, а прямо сразу сдается. Итого я беру нижнего по списку своего брига. Всех остальных отправляю. Корабль потерян, месье! Понял. Всех основных отправляю в угол карты. А этого и, так сказать, навстречу судьбе. Еще такая штука есть неприятная здесь. Потому что, так как я таймер-то отключил, я постараюсь всегда отключать таймер, чтобы он меня не бесил. Но, я вот еще в паре собирались в прохождении за пиратов, заметил, что корабли, которые ничего не делают, начинают терять пушки и терять людей. Внезапно. Просто так. Ни с хера. Я подумал, что это мод. Тупит. Но вот сейчас в Наполеоне, когда я играл перед этим прохождением, я играл тестовую компанию свою, пробовал как чего, я заметил, что эта херня сохраняется. То есть, тоже, если ничего не делает корабль, у него начинают пропадать пушки. Или даже если он просто плавает зад-назад, у него все равно пропадают пушки, пропадают люди. Это вообще, я не понимаю, это никак не объясняется, нигде этого не написано про это. Но, тем не менее, вот такая херня происходит. Это очень бесит, на самом деле. То есть, получается, у вас вроде таймера нет, а если вы не будете, как бы, что-то делать, то флот весь просто кончится. Вторая попытка. Давай, Брандер. Ты, сука, Брандер, я еще ремонт включил, чтобы подольше держался я. Их артиллерия повредила парусами с ней. А, сука, отлично. То, что надо, но вокруг было мало корабликов, на самом деле. Да и корабли загорелись такие себе, не сильно важные. Есть надежда, что этот корабль взорвется, когда к нему подплывут остальные, но, блин, они так медленно разгораются, что капец. Ладно, у меня еще четыре есть, Брига. Давай, отрывайся, сука. Ладно. В общем, берем следующего и погнали. Ну и дальше я немножко замолчу, потому что будет столько эпика, что мой голос все испортит просто. Которое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Может быть уже легче было бы Хотя, с другой стороны Сойдет до сельской местности Единственное, что мне здесь Чуть-чуть повезло И я где-то, может быть, минут на 40 А то и на час сократил время Этой битвы за счет того, что они Упоролись в красную линию И я начал просто тупо стоять, расстреливать Вот этот кораблик А те больших 3 90-пушечных Они друг в друга заехали И попереломали друг к другу мачты Ну и два еще там просто Поролись друг в друга и в красную линию Один налево поорочить, другой направо И оба в красной линии стоят Поэтому тут меня немножко подвезло И я просто под нужным углом В мертвых зонах у них стоя То есть, чтобы они не попадали в меня Ни с носа, ни с кормы Ну и, понятное дело, чтобы с борта в меня не зарядили Я стоял в мертвых зонах И расстреливал просто ядрами Ядрами, когда расстреливаешь То захватить не очень много Ну вот тут у них мачты просто падают Они тут устроили тройничок Уйдят довольно Их проблемы Но эти двое упоролились друг в друга Поэтому я просто Ну а что мне делать? Идти убиваться, что ли? Я на такое не согласен Я бы все равно победил Я это знаю Просто они мне решили подарить час времени еще Ну, на самом деле битву-то выиграли бриги Мы же это понимаем Бриги затащили Как боженьки просто Ну и ушаков, естественно Вот этот кораблик у меня удастся, видимо, захватить Потому что он бежит Я ему-то сношу просто кнепелями мачты По классике И он сдается Ну а дальше я в мертвую зону начинаю расстреливать остальные корабли К сожалению, с ними так удачно не получится Они взорвутся и сожгутся Такая печаль Может быть в будущем у меня получится получше это все дело захватывать Но сейчас пока вот Пока вот так Сейчас нужно опыта накопить Кстати, опыт получит у меня ушаков Может быть меткость получше будет Там плюс более продвинутые верфи, а не корабли уже с опытом делают Посмотрим, подберем Я еще не очень хорошо, Наполеон, знаю по кораблям Да, готово То есть если там я в Empire Total War точно знаю, что пятерка на худой конец шестерка И это все, что нужно То здесь я пока не уверен Я попробую 38-ми пушечные фрегаты там Как они там себя покажут Сейчас же пока вот Работаю вот так Баска Ну и теперь подкадываюсь к вот этим вот 90-пушечным линкорам Ну они заразы У них на корме пушки и очень тяжелые И мне как бы бубошечка От них может быть Вот я плыву, по мне начали стрелять Убили у меня три пушки Я весь перепугался Разворачиваю, истекаю обратно Такой подарочек Я не ожидал, что они прям так начнут по мне херачить больно Поэтому я отошел, включил починку Немножко отчинился И тоже начал искать мертвую зону И они не могут в меня стрелять Ну и соответственно Пулькал Пока они не начали лопаться и сдаваться То, что вы на ускорении видите Это не все То есть я еще прилично вырезал Ну и пора возвращаться К комментированию, так сказать, живьем Так, ну а трофеев у меня Совсем немного 38-ми Пушечный фрегат Discovery Ну Ладно, давай Первую Че Ну у них один корабль остался Какой? Вот этот? Или Ничего не понял Нет, все нормально Фу Так Ну Если честно Я так упоролся сейчас Я так устал Поэтому я, пожалуй, закончу на этом серию Есть Корабль Discovery Ну не знаю Предлагайте Как его назвать А продолжение Увидим уже в следующий раз Надеюсь, что в следующей серии Мне удастся Организовать Высадку Вот этой вот армии Всем спасибо, кто смотрел Это был Кот Это Наполеон Total War Максимальный уровень сложности Россия Республика Война с Великобританией Всем пока Лайк, подписка Все дела Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok